Молодец! Дави сразу мячик и передавай следующему. Вот синий. Синий бросай. Решить развивающие задачки, поиграть в футбол и посоревноваться в метании мяча. И всё это на одной только интерактивной доске. Новое мультимедийное оборудование для дошколят получил детский сад номер 39 в Петропавловске в преддверии Дня защиты детей. Каждый раз, когда наступает этот праздник, мы стараемся для детей подготовить новинки. Это или оборудование, которое на улице, на участке делаем, или игровые какие-то материалы, игрушки. Но в этом году нам очень приятно, что в нашем детском саду появилась интерактивная стена. Интерактивная стена, конечно, но очень много возможностей. Мы её ещё только изучаем. То есть это первые шаги. Сегодня вы видели, когда дети только начали с ней работать. А вообще её возможности безграничные. Начиная от образовательного уровня, познавательного уровня, физкультурно-здоровительного. И, естественно, там есть много очень развлекательных моментов, которые для детей это просто замечательно. Мультимедийная доска появилась в детсаду благодаря проекту «Оснащение интерактивным оборудованием социальных учреждений». Его инициатором стал депутат ЗАГС Собрания региона Владимир Агеев. Он же отвечает за реализацию программы в избирательном округе номер 5 краевой столицы. Это современное интерактивное оборудование, которое было приобретено при огромном содействии за счёт средств полкоза имени Бекерева. Огромное спасибо генеральному директору Александру Александру Александровичу Тилопову, нашему постоянному участнику всех этих проектов, волонтёру МНС Николаю Яну за содействие в приобретении этого оборудования. Мы не случайно приобрели именно для 39-го детского сада, потому что, во-первых, в этом году знаменательный юбилей, а во-вторых, они стали победителями всероссийского конкурса, вошли в 500 лучших образовательных учреждений России и в 100 лучших образовательных дошкольных учреждений России. Поэтому я думаю, что вот такой подарок – это огромная такая оценка труда всего коллектива, конечно же, руководителя замечательного этого детского сада, и я думаю, что она, конечно же, поможет нашим ребятишкам в обучении и воспитании. Тем временем в Краевом доме ребёнка открылась интерактивная песочница. Это уникальное оборудование объединяет в себе игру и обучение, а также имеет релаксирующее и лечебное воздействие. Лизонька, это кто у нас? Зайка, да? А это кто? Никто. Мишка. Привет, это нас, посмотришь. Интерактивная песочница направлена на развитие не только интеллекта, но и мелкой моторики. Кроме того, благодаря этому оборудованию дети смогут узнать много интересных фактов об окружающем их мире. По мнению Владимира Агеева, такое современное оснащение станет хорошим помощником для педагогов и методистов в организации учебного процесса на высшем уровне. В преддверии Дня защиты детей в Петропавловском, Камчатском доме ребёнка мы установили интерактивное оборудование. Это интерактивная песочница. Приобретена она благодаря Тымлодскому рыбокомбинату. Хочу сказать огромные слова благодарности Александру Яковлевичу Твиненко, который очень, так сказать, по-доброму относится к детям и нашему замечательному волонтёру МНС Николаю Яну. При их помощи и содействии была приобретена такое очень интересное интерактивное оборудование, которое позволяет детям и развивать свой интеллект, и заниматься, так сказать, мелкой моторикой. Краевой депутат также добавил, что новый проект в округе номер 5 будет продолжаться. На очереди ещё несколько социальных учреждений. Напомним, в рамках проекта в марте этого года первым местом, где было установлено интерактивное оборудование, стал противотуберкулёзный диспансер. Там на лечении находятся дети из отдалённых районов региона, которые даже во время нахождения в больнице продолжают заниматься по школьной программе.